Там была одна какая-то женщина, она была очень-очень бедная, но она очень хотела принять Прабхупаду у себя дома. И она была очень старенькая, и она пригласила Прабхупаду вместе со своими учениками. И тогда они все думали, каким образом она сделает приготовление. У нее очень маленький дом, у нее нету там никаких продуктов, она уже старенькая. Как она вот на всех приготовит еду? Но вот это у нее в сердце, у нее в сердце было такое сильное желание послужить Вайшнавам, что Прабхупад сказал, мы обязательно пойдем к ней. Они пошли к ней в гости, и потом он ей говорит, ты можешь находиться после вот этого служения, она их пригласила, у нее был какой-то маленький дом, а потом Прабхупад говорит, ты можешь жить у меня в храме в Майяпуре. Обычно Прабхупад, он никаких женщин не разрешал оставаться в храме, но вот у этой женщины, которая послужила ему и Вайшнаву, он дал ей отдельную комнату у себя в храме, и дал ей служение. Она там начала чистить овощи какие-то, что-то еще делать. То есть, вот таким образом, сначала она послужила, о чем хочется сказать, что сначала она послужила Вайшнавом, а потом Вайшнав дал ей служение Господу. Гурдеп, он был очень ученый, он был великий ученый, он знал джиотиш, джиотиш шастры. Но у Прабхупады была очень принципиальная позиция. Он не давал никаких поступлений в этом учении. Он всегда, он был очень строг. И его время от времени, его приглашали куда-то там занять пост, занять пост директора кафедры вот этой вот джиотиш шастры. Но Прабхупад сказал, я пришел сюда, пришел сюда не звезды считать, и поэтому ему, у него вот было, он, он, он также помимо, помимо джиотиш, он, он, он знал хорошо очень математику. Но у него, он был очень великий ученый, и однажды, когда встретил своего Гурдева, это Прабхупад сам про себя говорит, я был очень великий ученый, у меня было много знания, но оно было совершенно ненужное. И только когда я встретил своего Гурдева, Амары, Амары И когда он встретил Итак, и когда он встретил своего гуру-дева, его гуру-дев был на горке Шоргас Бабуджи Махараджи. И его гуру-дев не обладал великим знанием, даже читать не умел. Но у него было что-то еще большее знание, у него было внутри знание о Господе. И тогда, когда Сарасвати, он пришел к нему и стал просить, пожалуйста, я хочу, чтобы ты стал моим гуру-девом. Но горке Шоргас Бабуджи Махараджи, он говорил, как я могу стать твоим гуру-девом, я даже читать не умею, а ты великая ученая личность. И тогда он перестал есть, он перестал есть, и тогда в темноте он сам пришел к горке Шоргас Бабуджи Махараджи и говорит, ты хочешь убить моего сына? Дай ему посвящение, иначе он умрет. Не убивай, пожалуйста, его. Он отказался от еды. И тогда горке Шоргас Бабуджи Махараджи сказал. То есть до этого он говорил обычно, день за днем отправлял Сарасвати Прабхупада домой. Он говорил, я спрошу у Махапрабу, я там спрошу у Нитая, а потом он говорил, ой, прости, я забыл это все сказать. Спросить, можно ли тебе дать посвящение. Но у Прабхупады, он говорил, ты сам уже сам большой ученый, зачем тебе я нужен? Но Прабхупад, он говорил, я приму посвящение только от этой личности. И Гуру Дэв говорит, что Кришна према, она может перейти только из сердца, где есть эта према, как болезнь. Прабхупада говорит, мой Гуру Дэв, мой Гуру Дэв на самом деле, он говорит про своего Гуру Дэва, который даже не умел читать, он говорит, мой Гуру Дэв самый наивысший ученый. Самый наивысший ученый. И он научил меня, как правильно провести свою человеческую жизнь. Он научил меня, как служить ващнавам. Поэтому мой Гуру Дэв самый большой бандит. У Гуру Дэва в сердце есть все знания, вся квалификация, все, что только нужно. И Бхакти точно. Для Бхакти вообще не существует никакой разницы, насколько ты ученый. Важно, с какой интенсивностью ты сделаешь свои Бхаджи, с какой интенсивностью ты повторяешь свою джапу. Гьяна, она не имеет никакого значения, только в виде гьяна. Это значит, что вы должны совершать свой Бхаджи, Акинчина, с большой привязанностью к Господу. Когда Гуру Дэв принял меня, только тогда я понял все знания этого мира. То есть, какой урок нам дает здесь Прабхупат? Он говорит, что я был очень ученый, но я не знал науку жизни, я не знал науку любви. Мой Гуру Дэв дал мне все. Мой Гуру Дэв проявил в моем сердце все. Он показал мне мою Сваруху и Киртани, Садахари. Он сказал мне, каким образом я должен совершать свой Бхаджи. То есть, до этого у Сарасвати был Абиман, большой Абиман. Ну, то есть, он тоже думал, что я великий ученый. Но когда я увидел своего Гуру Дэвы, я понял, что я никто. Я понял, что у меня нет никакого знания. И что это такое? Это вот эта шлока, у него в сердце проявилась шлока, вот эта Трината Пицуничина. И это Гуру Дэв дал ему вот это смирение в сердце. Он примерно то же самое говорит, что все мое знание, которое я знал до того, оно оказалось просто как стулом, испражнениями и мочой. А какое знание мы должны развивать? Как служить ващнавам? Как совершать свой Бхаджин? Как правильно выполнять жапу? Вот это настоящее знание. Все остальное знание, оно не стоит ни рубля в этом мире. Мы должны узнать, каким образом мы можем получить Кришна-прему. Вот это самое высшее знание. А каким образом мы можем это узнать? Только по милости ващнавам, только если на нас прольется шавар, душ милости. Потому что Кришна-бхакти – это самое-самое наивысшее, что есть в этом мире. И получить это не так сложно, ой, не так просто. Это не просто пойти что-то изучить. Нет. Для этого нужно полностью поменять свою природу. Понять, что мы на самом деле преданные слуги Господа. Вот как там Мирабай, Прохлад. Они все были из царских семей. Но у них всем в сердце проявилось это знание. Купад. Купад говорит, когда я реализовал это, мой гурдев, когда я реализовал вот это, то, что мирское знание ничего не стоит, нужно только духовное знание, мой гурдев пролил в то время на меня милость. Санатана Гасвами. Санатана Гасвами, у него было только мало, у него не было ничего. У него... У него было только несколько кусочков клоца, ткани. И ему ничего не нужно было. Он сидел, он сидел и только повторял святое имя. Но все, но все, но все, но все вокруг, все его считали великим ученым, великим, великим бабой. Хотя он ничего не делал. И когда однажды, однажды, там, к нему какой-то браман пришел и спросил, я вот хочу женить свою дочь, но у меня нет денег, и мне сказали пойти к тебе и попросить там совет. Он говорит, если тебе нужны деньги, у меня там есть вот какой-то волшебный камень, до которого ты дотрагиваешься, и там все превращается в золото. И тогда этот браман говорит, а где этот камень? И Санатана Гасвами говорит, этот камень, вон там, посмотри, в помойке лежит. И тогда этот браман, он удивился, как же так, ничего себе. Он этот волшебный камень выкинул в помойку. И тогда он у него спросил, а по какой причине ты это сделал? То есть это такая дорогая вещь, она у тебя лежит в помойке. И тогда Санатана Гасвами сказал, что у меня есть что-то более ценное. И он говорит, я тогда могу тебе дать это, подарить, если ты выкинешь этот камень в Емуну. И он пошел, этот браман выкинул камень в Емуну, пришел, и Санатана Гасвами дал ему святое имя. На самом деле только святое имя есть наше настоящее богатство. Никакое мирское знание, никакое мирское богатство не способно удовлетворить скитающуюся душу. Это говорит Прохупату. И Прохупату говорит, каким образом, как поймать вот это настроение, как поймать настроение служения? Он говорит, когда Гуру Дэх мой меня принял, я понял, что без милости Вайшнау, без служения им я не могу напрямую молиться Господу. Прохупату говорит, что я сам реализовал это, что очень самое важное, это сева Гуру Дэву. И все, что он делал, все, как он распространял свое знание, это было желание его Гуру Дэву, он делал это для своего Гуру Дэва. И он говорит, я на самом деле, я все это сделал, установил вот эти матхи, только по милости моего Гуру Дэва. И он говорит, я это почувствовал не просто на уровне ума, а я реализовал это в сердце своем. У нас могут... Кто-то думает, что, о, если у вас там много денег, то вы очень великая личность, но Прохупату говорит, нет. Мой Гуру Дэв дал мне учение, дал мне все. Но у Гуру Дэву у него не было ничего на самом деле, то есть материального, у него не было никакого, у него не было, ну, там, нематериальных денег, ничего, он даже жил, жил под каким-то, в каком-то баджан-кутире, да, периодически в туалете. Ну, при туалете пока не говорили. Вот, и поэтому после этого наша концентрация, она должна быть на высшей вещи. Наша концентрация, наш мозг всегда должен быть сфокусирован на самой высшей цели. И он говорит, я был шокирован, когда узнал все это, но моя душа получила облегчение. Шокирован, он говорит, потому что он думал, что то знание, которое он изучает, это очень, как бы, важно и ценное, но оно оказалось просто битым стеклом. Прабхупат говорит, не пытайтесь кого-то обмануть. Бхакти Марк, он очень, как бы, он очень такой извилистый, но вы попытайтесь пройти по нему достойно, и тогда ваша жизнь, она увенчается успехом. Не пытайтесь никого обмануть. Будьте искренни и просты своим сердцем. И Прабхупат говорит, вот так же, как мой Гурдев. Я узнал это знание от своего Гурдева, и теперь я хочу распространить это вам. Это скажет... И затем следующий вопрос задали Прабхупат. Говорит, как должным образом выполнять севу для Такураджи? И он ответил, чтобы должным образом выполнять... Самое лучшее севы для Господа, это сервис служения для гуру Вайшнау и Силбакт. И это самое лучшее служение для Господа. Интересно. Продолжение следует... Нужно было вопросом, чтобы следить Господу. Если вы останавливаете следение для Господа, то следование было начинало не всем Баттам. И как бы... Там бы какая-то жизнь сегодня. На самом деле, как лучше следить Господу. И так, Гурдева говорит, что сегодня вот икадыши. Икадыши — это особый день. Амбариши Махараджи... Каким образом он совершил... Каким образом он сделал икадыши? Все свои 11 чувств он занимал в служении Господу. И Гурдева говорит, что попробуйте сегодня тоже занять свои чувства в служении Господу Вайшнавам. И попробуйте чуть больше... Ну, вот вы какое-то фиксированное число повторяете святых имен. Попробуйте сегодня повторить хотя бы на один кружок больше, чем обычно. Чуть-чуть. Чуть-чуть что-то сделать больше, чем обычно. Махапрабу во время икадыши, он всегда со своим обществом, со всем своим обществом, он совершал киртан. Он прыгал очень высоко, танцевал. То есть в икадыши они всегда делали очень большой киртан. И попробуйте делать что-то чуть-чуть больше. Икадыши, она является корнем в акте. В Кали-югу нету очень сильных аскез, а тапасий. И тогда Кришна сам сказал, что в Кали-югу будет один очень важный только пост. Не нужно соблюдать там никакие предыдущие враты. Есть только одна врата, это икадыши врата. Для ващнавы, там кто-то пробует совершать разные враты. Их миллион существует в разных писаниях. Но ващнавы, они соблюдают только одну врату. Икадыши врату. Икадыши, это самая важная врата. Мохоринам. Попробуйте чуть-чуть повторить больше хоринамы сегодня, и тогда ваша жизнь, она увенчается успехом. Наверняка. Но это последнее про жизнь, и увенчается успехом, я сама добавила.